Всем шалом! Продолжаем наш путь по книге Мисселат и Шарим. Так вот, мы находимся в 19 главе, в наших источниках третья страница, качество Хаседута, объяснение составляющего качества Хаседута. Интересно, мы же не как в университете лекции читаем, а мы учимся, хотя я еще раз, может быть, прочитываю это еще раз, но каждый раз учимся вместе. Мне сейчас отточилась здесь одна вещь, да, посмотрите на эти страницы, конечно, это Хаседут, от слова Хесель, Рамхаль здесь, вы помните, в самом начале на первой странице было сказано, что есть три аспекта в этом качестве Хаседут, да, это само действие, то, как это действие делается и квана. Да, мы сейчас находимся в первой части, в самом действии, в нем есть два аспекта между человеком и Богом, между человеком и человеком. Интересно, что слово ступенита Хаседута называется слово Хаседут, а само понятие Хаседут, оно может только предусловить, что есть кто-то другой по отношению к кому этот Хаседут делается, да, ведь если никого нет, то мне не с кем делать Хаседут, да. Это само слово Хаседут, да, он подозревает наличие кого-то, к примеру, изучать Тору, мне не нужен никто, можно в Евруте, можно на уроке, можно самому, одевать Тфилин, можно самому, да, там, не знаю, там, бригад Амазон и так далее, но, 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 но Хасед, это по отношению к кому-то, да, да, и если эта ступень называется Хаседут, то получается она изначально себя включает по отношению к кому-то, да, то есть они уже не в тебе. Мы видим, что основная идея качества Хаседута, что, что человек, который на ней находится, приходит к этой ступени, он уже не зациклен на себе, на том, что он исполняет, делает, там, боится Бога, наказание, хочет успеха и так далее, Хасед, он делает из любви, да, он делает не из-за выгоды, из-за пользы какой-то, да, он настолько ощущает и хочет быть близок к совершенству, что неудовлетворяется только техническим исполнением заповедей, да, чтобы не было претензий, а действительно ищет в них способ соединения с совершенством божественным, со всевышним и так далее, да, и если это по отношению к другим людям, да, то это тоже Хасед, да, то есть получается с твоих Хаседута она тебе показывает, что не ты центр, а кто-то другой, он важен тебе, то есть, как сказать по-русски, это ковид масса. Центр тяжести перешел от тебя, от твоего, как бы, совершенство, выгода, поиск и так далее, по отношению к другому, да, то ли это может быть Всевышний, да, по отношению к нему, между человеком и Всевышним, либо между человеком и человеком, да, то есть получается в самом названии этого качества Хаседут уже находится намек, что мы, как бы, да, это уже не закрыты в себе по отношению к кому-то, поэтому здесь на третьей странице, да, говорит нам Рамхаль, объясняет здесь идею Гмилут Хасадим, да, добрые дела, Легмура Хаседа, это как бы причинить Хаседа, сделать Хаседа, да, не знаю, как точно пристигнутся слова Гмилут Хасадим, да, и слова Гмилу, да, у этого есть несколько возможностей, переводов и так далее, здесь не приводят как добрые дела, Гмилут Хасадим, важнейшая основа Хаседута, слово благочестие написано, да, поскольку само это понятие слова Хаседут, стоит Хаседут, происходит от слова, тут, написано, добро, нужно записать от слова Хасед, не добро, добро это ТОВ, да, ТОВА, а мы здесь говорим про Хасед, поэтому качество Хаседута, Гмилут Хасадим, которое мы должны делать, происходит от слова Хасед, и поэтому, когда наши мудрецы на трех вещах мир держится, одна из них это Гмилут Хасадим, потому что я здесь пишу добрые дела, причисли Гмилут Хасадим к вещам, плоды которых человек пожинает в этом мире, но заслуга его сохраняется для мира будущего, то есть заповедь, она как бы в этом мире исполняется, да, одна из вещей, но настоящее вознаграждение, да, мы увидим только Бурамаба, учил Раби Слимрая, что ТОРа начинается Гмилут Хасадим, и завершается Гмилут Хасадим, да, одна из примеров, ТОРа начинается с тем, что Всевышний, по-моему, здесь так говорят, да, что там сделал Адаму и Хаге одежды, да, и заканчивается ТОРа Гмилут Хасадим, что Всевышний похоронил Муше, да, это заповедь Гмилут Хасадим, то есть мы видим, что и Всевышний, да, у него есть это заповедь по отношению к кому-то, и получается, что на этой ступени человек уже выходит из-за того, что он центр мира, да, сфокусирован на себе, а делает Хасад по отношению к другому. Интересно, что на ступени Хасадут человек делает вещи, которые он уже не обязан делать, то есть мы говорим, что Хасид, он слышит не то, что Всевышний просит, а то, что он не просит, как с женой, да, слышит то, что она не то, что она говорит, а то, что она не говорит, да, и то, что она не говорит, да, и то, что она не говорит, Мы мужчины обычно говорим все буквально, понятно, просто, без всяких там экзаменов. Я вам уже много раз пример рассказывал, эта шутка такая, когда девушка с парнем идут на шедухи, там в аппарку где-нибудь разговаривают, все, и она ему говорит, может ты хочешь в туалет, здесь недалеко, и так далее. Нет, нет, не хочу, все нормально. Через минут 20 еще раз ему, да. Смотри, здесь тоже есть в туалет, может ты хочешь сам? Нет, нет, все, я не хочу. То есть он не понимает, что, что ей нужно, да. Женщина не говорит прямым текстом, мужчина просто сказал, да, там, мне нужно там и так далее. А женщина, она на случай быть хасидами, слышать то, что не говорится, да. И поэтому получается, что в принципе хасид, все то, что он делает, да, понятно, что он исполняет все, что он обязан исполнять, не то, что обычный еврей исполняет. Но то, что он делает, это уже экстра, да, это как бы бонус, как бы, это его желание, это сверх этого. По другой стороне, заповеди Мудха-Садим и заповеди Сторы, которые каждый еврей обязан делать. Так почему же Рамхалим здесь приводит так много примеров в заповеди Мудха-Садим? Да, объясняет, что сама ступень называется хасидут от слова хэсид, потому что из заповеди его. Ведь Хасид делает вещи, которые он не обязан делать. Он слышит то, что Всевышний хочет, но не просит на большинство. Он слышит эти намеки, и он делает это. Мудха-Садим это заповедь, которую все обязаны делать. Это не опция, это не бонус, это не экстра. Это обязанности, да. Да, но может быть и идея в том, что эта заповедь особенно связана с хасидом. Для него это центр, может быть одна из центральных вещей в ступени хасидута, да. Твои связи со Всевышним, это сделать хасид с другим. Иногда со Всевышним, да. Иногда по отношению к другому, здесь так было много примеров. Ведь идея этой заповеди, что ты относишься к другому, да. Хасид, который находится на ступени хасидута, да. И все, что он делает, это не в личных интересах, а так как он слышит и видит совершенство служения Всевышнему, да. И не только удовлетворяется формальным исполнением, вот так нужно сделать, а хочет по-настоящему до конца, да. То, может быть, для него заповедь Гмудха-Садима, она супер-главная, супер-центральная, да. Хотя это заповедь обычная для каждого еврея, но у него это самое главное, да. Потому что он уже не находится в состоянии, когда человек сконцерирован в себе, да, и все остальные люди чем-то урожают, мешают ему и так далее. Иногда он видит, что не делает то иное добро. Объясняет книгами Хвот и Левавот, рабыну Бехае, да, что если человек проверит себя, проверит себя, то он видит, что, в смысле, все добро, которое между людьми делается, оно, 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 оно не настоящее, оно в личном интересе. Он приводит примеры, даже родители, по-точню, к детям и так далее, да, там, показывает те глубокие мысли, которые на самом деле стоят за этим, да. И получается, что, да, там, я хочу, там, совершенство, хочу будущего мира, хочу безопасности и так далее, да, там, делаю какие-то вещи, соблюдай, хочу, чтобы Бог меня любил, чтобы я в будущем, и так далее. Другие люди не очень мне важны, я же в центре нахожусь, так мы рождаемся, да, человек рождается, он в центре, он рождается, сразу есть два ангела, которые все время за ним ухаживают, и он думает, что так вот, мир построен таким образом, есть я, у меня есть два ангела, которые все время меня вслуживают, да, а потом весь мир, так именно рождается, то есть он, так он входит в этот мир, мы так живем годами, да, есть те, которые до сих пор не вышли из этой концепции, потому что очень важно, чтобы человек так начал свой путь в жизни, если бы он начал свой путь в жизни, что он один из миллиардов людей в мире, если он, в принципе, умрет и в полгода, да, там, от голода, там, недоедания, то, в принципе, мир не рухнет и так далее, то у человека не было никакого ощущения, что он что-то стоит, что он важный, что вообще есть что-то, есть смысл в том, что он делает, мы все вышли, чтобы дать нам это ощущение, да, важности, ценности, самоощущение, что есть мы, да, что мы не букашка-дорокашка, каждый ощущает себя, не просто так мы расстаемся жизнью и так далее, да, даже эти террористы, да, их иногда нужно напичкать столько идеологий и еще больше наркотиками, там, да, чтобы они могли там взорваться и что-нибудь сделать, да, то есть не так легко человеку расстаться жизнью, да, в принципе человек не способен сам себя убить, самоубийство, на самом деле не самоубийство, и человек должен всегда использовать что-то другое, какое-то средство, чтобы себя убить, дай бог, допустим, да, там, застрелить, человек сам себя задушить может или взять себя рукой, там, не знаю, воду там и утопить, не камень привязать, а именно рукой себя и не дать себе возможности оттуда вылезти, там, из-под воды и так далее, он может это сделать, может сумасшедший, больной, там, вроде бы, страдый, там, душевный, может, там, да и так далее, всегда нужно какое-то средство, способ, человек, там, не знаю, не дай бог, там, прыгает откуда-нибудь, да, там, у него нет возможности вернуться, он уже сожалеет, только вернуться уже не может и так далее, да, то есть настолько сильно у нас это любовь к жизни, ощущение жизни, одна из вещей, что укорняет нас эту ответственность за нашу жизнь, да, то, что мы рождаемся, вдруг у нас есть два ангела, один с бородой, другой, там, не знаю, в косынке, там, в плотке как-то и так далее, и нас обслуживает, о, они уже бегут, проверяют, а в три часа ночи тоже прибегут, о, прибежали, не, я не хочу, уже просто проверил, только они пошли спать через дерегнутые слова, о, снова бегут, смотри, работает, и так это он с двух-трех месяцев, да, человек привыкает, что он делает, о, и всегда есть кто-то, кто бежит к нему, да, быстро, там, медленно, зависимости, да, ситуации, да, если нет, он громко будет кричать, сработает, в любом случае, сколько будет, да, проснуться же, в общем, так мы живем, да, ощущаем себя в центре, в минутах садим есть переворот, до ступенях садута человек, как бы, живет в себе, здесь мы видим что-то совершенно другое, да, такое отношение к людям супертрепетное, да, там, он, там, по кличке не называет, даже детским именем, там, он не приступает, там, в этом драше, там, чтобы не показалось, что он, там, кого-то унижает, и так далее, там, он шел по улице, там, нес какой-то мешок, там, мотыгу, там, и товарищ, хотел он помочь, там, муравьи, но он говорит, нет, если ты обычно отходишь с мотыга на плече, и это, как бы, достойно, как бы, так ты ходишь, то это быстро, да, если ты обычно ходишь без мотыги, сейчас будешь с мотыги, потому что ты мой раб, ты, там, мне помогаешь, ты, там, и выше тебя, ты ниже меня, твой статус упадет, не, не, мне такое добро не нужно, то есть, это какая-то суперчувствительность к почету, к важности, к сути другого человека, да, как мы учили, это много, те примеры, о которых мы до этого учили, да, но отсюда мы видим, да, что действительно приходит, наверное, один из переломов, что чем ближе ты к Богу, тем трепетнее, серьезнее, почтительнее, и духовно глубоко человек начинает относиться к окружающим его, да, и он, приходит ступень, что, в принципе, другие люди, они не вне его, они часть его, они связаны с ним, если, да, у меня есть какая-то связь, да, то я не ограничиваюсь только своим телом, там, своим сознанием и своей личностью, да, поэтому, может быть, ступень гнилут хасадима, хасадима только сделать с кем-то другим, да, она настолько важная. Продолжаем дальше, сентября третья страница, да, еще сказали, в разделе Ивамот, Вилонского Талмуда учил Раба, не знаю, почему я написал, Роба, Раба, «Если человек проявляет три качества, милосердие, стыдливость, милосердие – это рахманут, стыдливость – это большая, ну, для бродяйца – это гнилут хасадим, да, то есть, если эти качества, то очевидно, что он из потомков Авраама нашего отца, то есть, да, есть гены, нам знакомы эти гены, но он, есть гены, придется, есть духовные гены. Может, сколько мы заметим, хотя это отдельная тема, нужно советоваться, но иногда, может быть, люди, которые проходят ги-юру, могут почувствовать определенную трудность, может быть, в определенном своем исправлении, достижении, исполнении. Не только технических вещей, а именно в качествах и так далее, да, и, опять-таки, здесь нужно с каждым человеком, чтобы был свой раввин, конкретным средством, но, может быть, в общем подход должен быть такой, что человек должен знать, к чему он стремится. Есть вещь, которая, она у Гера не находится, да, он не наследует здесь наследие праотцов. Он присоединяется к народу Израиля, получает еврейскую душу, становится евреем, да, исправленные тору и заповеди. С другой стороны, есть вещь, которой у него нет. Здесь нужно правильно построить свой путь. Сейчас мы не говорим, как это сделать, да, но здесь, может быть, есть разница между тем, как еврея, которые делают чуву, как он должен развиваться, и как человек, который походит в ги-юру. Потому что иногда есть вещи, которые, может быть, они будут недоступны, либо тяжелы очень, тому, кто прошел в ги-юру, потому что он не, как сказать, нет генов этих. Поэтому нужно правильно построить свой путь. Это значит, что-то невозможно, плохо, нельзя и так далее. Просто, не знаю, человек, скажем, женщина, мужчина хочет, не знаю, родить, но он не может, да, так он создал, не может, да, поэтому он должен знать, что он должен, что он не должен. А есть вещи, которые мы должны взять в расчет, когда мы что-то делаем, да, там, не знаю, я это могу сделать только при условии, что я, там, допустим, на 20% сильнее, там, быстрее, там, и больше захочу и так далее. В общем, нужно знать свои возможности, да, потому что иногда человек стремится к великим идеалам, да, это очень важная вещь, но с другой стороны, иногда есть разочарование, когда человек чувствует, что он не может, да, и здесь завышение планки в духовных вещах, оно может быть очень критично, что в итоге человек отчаивается и скажет, что все не работает и так далее, да. Я не знаю, конечно, сегодня есть проблема вообще с ги-юру, там, в государстве Израиля, вне его, да, есть много шарлатанов, которые там делают псевдо-гиюру и так далее, да, но те, кто делают по-настоящему ги-юру, и хотят духовно развиваться и стремиться, да, то они должны действительно посоветоваться со своими раввинами, да, и познать, да, что они могут действительно достичь, и там есть сложности, да, то взять эту вещь в расчет, да, иногда человек не должен себя насиловать, иногда нужно больше времени, в общем, это индивидуальные очень вещи, ну, в общем, да, да, есть вещи, которые, как и физические гены не передаются, да, там, и так далее, так есть духовные гены, да, и поэтому здесь просто нужно взять это в расчет, ты имеешь, да, и когда ты берешь это в расчет и правильно строишь свой духовный путь, то ты можешь развиваться, а почему, потому что по статистике сегодня 95-97% людей, которые записывают на курс натив, то есть так как бы под государственным контролем этот курс ги-юра идет, они по статистике натива не соблюдают. 95-97% что такое? После уже не соблюдают, или до, до или после не соблюдают? После, после ги-юра, до они должны соблюдать, после ги-юр, пошли ги-юр, то есть, понятно, проблема в том, что вообще изначально не планировали соблюдать, да, я не продал статистику, но, может быть, есть, у меня, может, такое ощущение, может быть, отчасти этого процента, да, скажем, те, кто серьезно это прошли, да, то есть, много сложностей, это то, что нужно взять расчет, да, все вещи нужно взять расчет, это не, ой, все, ты не можешь, все, нужно тебя хоронить, нет, это расчет, скажем, человеку, там, 20-30 лет, 40-50 лет, нужно взять расчет, каждый свой свой путь, да, и так далее, там, человек должен жениться, не жениться, и так далее, все это влияет на это, да, но, может быть, одна из вещей, скажем, те, кто, мне кажется, женится, там, уходит замуж, скажем, да, там, то у них намного больше шансов соблюдать, да, Когда человек пошел в ГИУ, в чужой стране, присоединился к народу, сам и все, тяжело, и многие трудности и так далее. Может быть понятно, что большинство, кто проходит эти курсы, они изначально не имеют в виду соблюдать. Поэтому большая такая статистика. Знаете, грубо говоря, те, кто серьезно соблюдает, и в итоге, может быть, действительно, как и еврей, может быть, стал бы религиозным, стал светским, да. Одна из причин, что, к примеру, не женятся, поэтому, допустим, нужно и каждый, чтобы за себя заботился, и может быть, травины, там, и окружающие, помочь такому человеку найти еще и дух, да, там, помочь ему и не только кандидатуру предоставить, да, а помочь ему иметь в виду, и ему, может быть, поменять свое мировоззрение, чтобы быстрее и правильно создать семью, да. И, может быть, одна из вещей, которая, может быть, влияет на это, да, я не привел статистику, но у меня вот такое есть ощущение, да, что те, кто действительно собираются быть правильными герами, да, и соблюдать и все, и так далее, ты видишь, да, вроде, то, может, через время вдруг ты видишь, ой, как этот человек, там, не знаю, там, перестал соблюдать и так далее. Может быть, да, из вещей, что неправильное, может быть, духовное наставление, как продвигаться в Торе, в худоиде, как в духовности продвигаться, она может в это повлиять. Да, если человек завышает себе планку, то ли по высоте, то ли по темпу, да, он не берет в расчет то, что он присоединяется, или еврей, который вырос в светской среде, да, у него возьмет время подняться на ступень, да, человек, допустим, начинает, улучшил еврей, начинает учиться, там, не знаю, на израильском отделении, там, даже вешеве, к примеру, и начинает видеть, что он не в темпе, да, может, израильтянин, он читает быстро и так далее, а он не в темпе, он все время отстает, да, он человек, начинает какое-то быть разочарование и так далее, и в итоге это, да, со временем, там, да, это накапливается все, поэтому очень важно, и здесь, да, человек проходит геюр, после этого построить себе программу какую-то духовного роста и так далее, да, то есть, взять это в расчетки, да, и почему-то, потому что здесь сказано, да, что есть и качества, которые наследуются, да, а, скажем, если мы говорим про гера, он должен их приобрести, это две разных процесса, может быть, еврей, который у наследовал, но не проявляет, может быть, гер, который у наследовал, приобрел себе эти качества, да, и внешне это проявляется, там, лучше, хуже и так далее, но нужно взять это просто в расчет, да, это не недостаток, да, это вещь, которую нужно взять в расчет, правильно к этому подойти, поэтому он говорит, да, если есть три качества, милосердие, стыдливость, да, и нудхасадим, то это определение, да, что он из потомков Врама, еще сказал Раби Эль Азар, нудхасадим, да, то есть, не пишет здесь доброводетельность, больше, чем просто помощь нуждающимся, да, ацдакай-то не помощь нуждающимся, ацдакай-то нуждающая справедливость, да, потому что в законах задаки иногда нужно давать задаку богатому человеку, если у меня миллиардер стал миллионером, то иногда по законам задаки нужно вернуть, сделать его снова миллиардером, нужно объяснить, почему это так, переменим, мы видим, это не, может быть, вечно, он тоже нуждается в своих миллиардах, да, но это все не так, но задака-то необязательно именно нуждающийся, четкий перевод, цедак, это справедливость, да, и поэтому хэсид больше, чем справедливо, чем задака, да, потому что задака-это что-то конкретное, да, что-то частное такое, да, действие, поступок, хэсид – это общий, да, подход. Мне кажется, что, ну, разве там вопрос не в том, что задака-цедак, она просто не является личным желанием человека, а это определенный способ, ну, социальной организации внутри еврейской общины. Это является заповедью Всевышнего, прежде всего? Ну, все является, что мы делаем заповедью, я имею в виду, что поддержка там бедных, ну, то, что про миллиардера-миллионера – это все-таки феномен определенный, а основная – там… – Ты прав, что? Понятно, что простая идея, и эта заповедь, часть заповедей, которую мы понимаем, немножко ее смысл, да, какие-то вещи очевидные, да, то есть, понятно, что это включает в себя. – Это обязанность, да, то есть, это не то, что человек хочет помочь, не хочет помочь, он просто должность. – Да, в законе есть закон, и не только, что он должен помочь, есть закон, и сколько он должен помочь, и не может больше помочь. То есть, так как это заводит Всевышнего, кто-то не может говорить – все, я все свои деньги даю, и так далее, да. – Есть закон, и сколько ты можешь помочь. И на ограничение, этому человеку нельзя помогать. – Я хочу ему помочь, дать ему деньги в подарок, а Тора меня учит – нет, дай в долг, хотя мое сердце, я говорю – дай ему в подарок. – А Тора учит тебя – нет, дай ему в долг, потому что твоя идея – это не сжалиться над бедным только, да, а я исполнил здесь цедык. И, может быть, в данном случае цедык – это вернуть человека к самостоятельности, и долго обяжет его работать. А подачка, да, сделает его лентяем и укрепит в нем какую-то славу от времени. И так далее. Поэтому все специфически на сей время, мы говорим про человека, который, да, можно через долг, к примеру, да, там, вытянуть и обязать его, у него есть ответственность, чувство, он еще не упал вниз, да, человек падает, такой, всегда там падает, 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 и он, там, человек зависимый, недостаточно самостоятельный, не умеет свою жизнь взять в руки и так далее, да, то, может быть, здесь наоборот, нужно не дать ему цедыку в качестве подарка, а дать ему сделать цедыку здесь будет, цедык, справедливо здесь будет, дать ему работу иногда. То есть, нет, я деньги тебе не дам, хочешь заработай, я могу дать тебе сейчас, не дам тебе деньги на хлеб, я могу дать тебе эти деньги в качестве зарплаты. Иди на склад, да, расфасуй там все овощи, получишь 30 шекелей, да. Почему это делаю, что я такой жадный? Нет! Потому что справедливо здесь, это чтобы он воспрял духом, чтобы он встал, да, чтобы он взял, было самостоятельным и так далее. И его еще можно выйти, у него есть шанс, да, и я не жесток к нему, а справедливость, поэтому мы больше привыкли к понятию милостыня, да, и милость действительно очень ограничена только к бедным, несчастным и так далее, да. Здесь же есть чудо в том, чтобы восстановить справедливость, да, и иногда справедливость она в том, что этот человек, он должен стать самостоятельным, нужно его вернуть к этому, или помочь ему там открыть свой бизнес, так, в зависимости от контекста и так далее. Поэтому, получается, тздака – это в каком-то конкретном месте, да. Вот сейчас здесь есть какая-то ситуация, нужно сделать тздака. А хэсет – это общий подход, да, в состоянии такой человек делает хэсет и так далее. Поэтому сказали мудрецы, что хэсет больше, чем тздака. Рассказано у брока Ошея – сети в справедливости. То есть сети в тздаке написано, да. Сейчас вы увидите, как это написано. «Зеру рахэм литздака – сети вам в справедливости, хэсет – сети кицру, литви хэсет, но соберете их согласно хэсету». Да, то есть видно, что хэсет – это более великая вещь, да. То есть не с ней что-то конкретное, да, сжатое, а собираешь намного более широкие вещи. Том и самый, еще там в трех отношениях хэсет и мудрецы – важнее, чем тздака. Первое – сдавая тздаку, человек исполняет заповедь непосредственно свое имущество, да, только деньгами может исполнить. А заповедь хэсета, глутхасадим, также своим телом, да, к примеру, поднять нож с человеком и так далее, да, там, перестить человека через дорогу, я не знаю, там, да, и тогда помочь ему там поднять какую-то тяжелую вещь домой, да, и так далее. То есть, да, поэтому хэсет – он, то есть, что здесь Рахаль показывает? Ну, здесь показывает, что тздака – это что-то локальное, конкретное, да. Хэсет – что-то более широкое, более общее такое, да. То же самое – сдаку дают бедным. А хэсет, глутхасадим, он делается и бедным, и богатым. К примеру, есть богатый человек, у которого скажут, не дай бог, кто-то заболел, умер и так далее. У него просто плохое настроение, да. И ты пытаешься поднять ему настроение, иногда выслужить человека. Делаешь с ним хэсет. Да. У него есть деньги, у него такие деньги не нужны, а у тебя нет денег. Но выслушать не каждый его хочет. У меня буквально на той неделе был случай такой, когда мы с вами учили. Я не на ступени хасидута нахожусь, но мы же учим в общем. И хотя каждый должен знать, на какой ступени он находится, и там сфокусироваться, да. Тем не менее, общая идея, они тоже там… Иногда в нашей жизни бывают элементы такие, да. Мы не все ходим в ступени хасидута, но иногда у каждого есть какой-то элемент жизни, где там он немножко хасид, И там он в ступени чистоты находится. Или в этой заповеди он там и так далее. Так я был парень, да, который там, начался с ним разговаривать, у него там странная, очень тяжелая жизнь там, всякие у него вещи происходят, в общем, семья от него отказалась и так далее. В общем, человек внутри несчастный очень, к сожалению, да. И так если ему дам деньги, да, там, купи себе мороженое, он не возьмет, ему это не нужно. Но он теперь говорит вещи, которые, может быть, не всегда это самые большие мудрости, хочется это слушать там и так далее. Но нет, но он чувствует, что он сейчас с кем-то должен поговорить. И в принципе то, что он говорит, кто-то его слушает, там, отвечает ему что-то, вообще с ним обращает на него внимание, да, представляете, человек, у которого вся семья, братья, сестры, родители, не знают, что там произошло, никто с ними на связи. То есть он ощущает себя, как бы, он не существует, да. Он мне говорит, говорит, встретил, говорит, сестру, она мне сказала, там, не знаю, там, привет, как дела. Он сказал, нормально. Ну все, говорит, пока. Говорит, я там был там, он приехал из Репатриана, говорит, я там был, там, в стране своего исхода, да, там, меня пригласили на трапезу, говорит, я проходил возле дома своих родителей, зашел туда. Там два брата сидят со своими семьями, да, там, привет, привет, как дела, как дела. Посидели, говорит, помолчали, говорит, ну все, пока увидимся через десять лет. Да, то есть человек находится в очень тяжелом душевном состоянии, он, самые близкие люди, он для них не существует, да, и иногда просто выслушать человека, ничего даже не добавляя, ценного совета никакого, что ему нужно посоветовать в этой ситуации, да, я не знаю ситуацию, может все наоборот, может он такой плохой, я не знаю, да, мой, но, но выслушать, да, но деньги не возьмет, ему это не поможет. Но если есть кто-то, кто его слушает, то он, значит, что немножко он существует, то есть кто-то, кто готов слушать его глупости, беды и так далее, да, то там, я хотел сначала сказать ему, извини, я учусь там, ты мне время забираешь, но вдруг я вспомнил, да, думаю, секунду, может у него нет кого-то, кто может вообще в мире вообще его слушает, может идти там две, три, пять, десять минут, нахон, я меньше буду знать, это не выучу, но, но это вещь, которую я могу сделать с другим человеком. Никто другой, может, сейчас не может это сделать, может быть, он чувствует, только с тобой это возможно, только тебе нужно сказать, да, это тонкие вещи, да, иначе человек, нужно другой указатель подать, иначе мы на улицах будем сидеть всю жизнь и слушать, что люди рассказывают, тоже нужно быть осторожным, да, нужно найти только какую-то середину, тем не менее, как и здесь, да, Хресет, Нудхасадим, можно сделать и бедным, и богатым, Задака дается только живым, а Хресет, Нудхасадим, делается и мертвым, да, похороны, и хорошее воспоминание, что это за слугу человека и так далее, да, те вещи, которые можно сделать по отношению к мертвым. Продолжаем еще дальше. Еще сказали наши мугрецы, и даст тебе милосердие, Хресет, и будет тебе милосердием. Даст тебе милосердие, и будет тебе милосердием, да, то есть, кто милосерден к другим, к тому милосерден с небес. То есть, человек, который милосерден к другим людям, к нему будет надзерден с небес. Но это очень выгодная позиция, нет? Почему это связано с Хасидом? Хасид, это очень выгодно, я хочу, чтобы на мои смилосердились. Я хочу, чтобы ко мне были милосердные, да, у каждого есть какие-то приступки, да, я хочу, чтобы ко мне были милосердные. Да, у каждого есть какие-то преступления и так далее. Человек не хочет, чтобы его судили, да, все вышли и так далее. И он, хороший есть патент, будет милосерден к другим людям. Нет? Первая вещь, это патент, да, вторая вещь. Ведь он никого не Хасид, он эгоист. Он хочет, да, каждый, кто милосерден к другим. Всевышний будет наследовать к нему. И это, очевидно, Всевышний судит меру за меру. Мы ведь сказали, что Хасид не находится на ступени суда. Обычный человек живет на качестве суда, мера за меру. Но Хасид находится на ступени над качеством суда. Он не делает то, что от него требует. Он делает то, что от него не требует. То, что Всевышний хочет, но не просит. Только намекает на это. Так, первая вещь, почему тогда с ним ведут себя меру за меру. А вторая вещь, да. Получается такая выгода, кто милосерден к другим, кто милосерден к небесу. Понимаете вопросы? Два вопроса, еще раз. Первое. Хасид – это не качество суда. Суд имеется в виду? Да, ты должен это сделать, то есть ты обязан. Есть правило такое в качестве суда. Мера за меру. Это качество суда, это не качество хасида. Хасид – это сверх мера делаю, не мера за меру. Я вообще не для меры это делаю. Я не делаю милосердие, чтобы ко мне было милосердие. А вторая вещь, по отношению ко мне, не должны себя вести мера за меру. Ведь это качество суда, я нахожусь, не я, но хасид находится на ступени над качеством суда. Над тем, что он обязан. Сверх этого? Почему же тогда к нему веду себя на качестве суда, да? Вы, наверное, ответили. Я постараюсь спросить, чья мера за меру, а потом я понял, что у меня выпало. Что имеется в виду, что не по отношению к тому, кому проявляет СССР, а Всевышнего? Как вы проявляете? Да. К тому, кто милосердие делает добро другим. Там же сказано, что нужно сказать про богатых, но там сказано, что цельдок, соответственно, только для бедных, а то есть это и для бедных и для богатых. А это все-таки цельдок и для бедных. Обычно, да, то есть тут не вошли в вопрос, секунду, есть такая ситуация, такой случай, что и богатому тоже дадут цельдоку. Да, то есть Арамхай здесь это не привел, мы здесь это не привели, потому что обычно, да, обычно имуществом мы помогаем беднякам. Есть такая ситуация, где богатый человек, ему по закону цельдоки полагается дадут цельдоку, да, и так далее. Но это исключение какого-то видна. Да, чтобы вы, например, не бежали и так далее. Нужно понять, да, что там имеется в виду, да, то есть в мире, в котором мы живем, мне кажется, опять-таки, это вещи нужно изучить отдельно, но если такая полу идея, то в мире, в котором мы живем, да, то есть секунду. Ну, баруха шел, что он потерял свои миллиарды и стал миллионером, да, мы очень этому рады, что он потерял свои миллиарды. Вторая вещь, я бы сразу же не сам их приобрел, да, а еще ему дать деньги, чтобы вернуть его к предыдущему статусу, чтобы у него было там снова эти миллиарды. В мире, в котором мы живем, это такого не может быть, да, человек желает имущества другого человека, конкуренция, соперничество и так далее. Всегда мы хотим быть и на месте другого, да, но если бы мы жили сильно в мире исправленном, безрадошим, придем к этому состоянию, то мы жили бы в состоянии, что я не живу сам по себе, а человек, его настоящее совершенство проявляется тогда, когда он часть общности, общества, народа. А народ, ему требуется много сил и талантов, чтобы проявить себя как народ и, соответственно, то есть, если ты будешь сам жить, то ты должен быть немножко агрономом, немножко этим, который короводый, как это называется, а? С фермером. С фермером, такими, не знаю, и так далее. Немножко должен быть врачем. В общем, ты точно не проявишь свою уникальность совершенства и таланты. Чтобы ты мог проявить какое-то качество, которое в тебе, свою уникальность какую-то, какую-то свою специфику, ты должен быть часть общего целого, да, которому этому, в общем, нужно это качество и оно освобождает тебя от других занятий. И ты можешь там быть учеными, и, знаю, там, деятелем искусства, и, знаю, там, мудрецом и так далее, да, там, проявить какой-то пик. Да, только, то есть, ты можешь максимально расстрелить свой аспект совершенства, тогда, когда часть общего целого. Если будешь сам по себе, то тебе столько придется вещей делать технических, что ты точно не дойдешь ни в одной из этих областей, да, даже к среднему уровню, наверное, да, там. Или максимум погрязнешь, там, в своем, как сказать, огороде, там, и так далее. Да, поэтому человек, обязательно, даже вернуться к своему состоянию, да, что человек ощущает себя не как он, он, центр мира, а общество, это помощь ему хорошо себя в этом мире чувствовать. Он использует достижения общества, чтобы ему было хорошо. Зарабатывает деньги, там, отдыхает, есть льготы, социальные, там, какие-то, там, блага и так далее. Нет, действительно, мое совершенство, да, это не когда я сам по себе, а когда есть общность. И я, когда нахожусь в этой общности в правильном месте, то я даю свой уникальный свет, свет, свой талант тот или иной, чтобы восполнить общую картину, да, как каждый палец, да, он уникален, когда он находится в теле, да, и хотя есть два мизинца, но они же не лишние, да, они два мизинца, очень похожи, но они, у них разные функции, они с разных сторон находятся и так далее. Так и здесь, если человек видел, да, совершенство не себя, а что общность, она и есть совершенство, и его совершенство проявляется только тогда в участии этой общности, то тогда в общности нужны различные силы. Не все должны быть врачами, музыкантами, бизнесменами и так далее, да, должны быть и бедные, и богатые, и глупые, и умные, и такие, и такие, и такие. Но вместе, да, есть гармония, единство и так далее. Да, и в этой ситуации я знаю, что мое место, к примеру, быть там, не знаю, там, рабочим и не бизнесменом, не олигархом каким-нибудь и так далее. У меня нет таких талантов. Сегодня мы просто хотим денег, не потому что мы умеем с ними что-то делать, что каждый из вас действительно умеет из миллиона сделать миллиард. Я могу сделать из миллиона десять шекелей. Это я умею сделать. Обратный процесс, я не знаю, как делать. Но люди, которые делают обратно, люди, все ищут данные таланты, действительно развивают, должны создать экономику, бизнес, зачастую они тоже испорченные, они воруют из того, чтобы и так далее. Но это, как сказать, хос и разум, это диспропорция, она находится у всех у нас, да. Но мы на самом-то деле, многие из нас, у нас нет таланта быть богатыми людьми. Мы не умеем правильными деньгами распоряжаться, мы действительно не можем продолжить божественную идею через деньги в этом мире. Да, мы не можем, как-то я слышал на своего раввина, он еще ее преподавал, там был парень, который сказал честно, говорит, вы знаете, нас хоть учат, быть скромными и так далее, но я говорю, но я хочу быть богатым человеком. Мне очень хочется быть богатым. Не знаю, почему это, может быть, у него такой талант от бога, если действительно он может это достичь. Либо он действительно хочет этих золотых монет, да, там, машина гораздо такая, он не умеет деньги правильно распределить, создать, там, построить фабрики, заводы, развить экономику, дать рабочие места. А он хочет этой славы, да, этого, его запишут, там, десятерых первых, там, я знаю, в этом журнале какого-нибудь, там, и так далее, на заборе напишут, там, и так далее, все будут говорить про него. Да, и так, он, парень говорит, я хочу быть богатым, говорит, топ, говорит, я тебя отправлю к своему товарищу, он, богатый человек очень, да, и очень богобоязненный, пойди к нему, посоветуйся с ним. И он отправил его к своему товарищу, этот ученик пошел к нему, там, разговаривал с ним, потом он сказал, говорит, что, он говорит, скажи мне, а проверка, говорит, очень простая, что ты действительно должен быть богатым человеком. Что у тебя должно быть жуткое желание дать другим. Если у тебя есть такое жуткое желание дать другим, помочь, восполнить, дополнить, кому нужно помочь, поддержать, развить. Если у тебя есть такое жуткое желание, тогда ты по-настоящему с небес должен быть богатым человеком. Всевышний не может дать человеку желание жутко помочь другим, и не дать себе для этого инструментов. То есть это представляет, что человек очень хочет быть боевым солдатом, но родился без рук, без ног, не дай Бог. То есть понятно, что это неправильное желание, он просто с фильмом насмотрелся, у него фантазия развита, а у него ни рук, ни ног, не дай Бог. Понятно, что если человеку по-настоящему есть жуткое желание сражаться за Родину, за народ и так далее, то есть Всевышний дал тебе руки и ноги для этого, то это с небес. Если ты хочешь просто денег заработать, отдохнуть, погулять, повеселиться, то это не настоящее желание, это ецерара, это просто ты ищешь не то, как продолжить божественное изобилие в этом мире, а ты ищешь, как нажиться на этом, как использовать других людей, чтобы не было кайфово в этом мире, чтобы все тут мучаются, страдают. Ну, я один хотя бы немножко здесь поживу в свое удовольствие, да, то этот болеет, этот стареет, то я немножко поживу. Нет, это не продолжение изобилия Всевышнего в этом мире, да, ты просто обманщик. А если ты действительно, Всевышний, тебя таким создал, у тебя должно быть жуткое желание дать другим, он должен быть сильнее, чем заработать денег, да. И ты настолько можешь дать другим, что Всевышний дает тебе возможность дать другим. Действительно, он дает тебе таланты, возможности, там, Ашгахаеву и так далее, и ты это можешь сделать. Да, поэтому в нашем мире, да, мы заинтересованы, что в идеале мы заинтересованы, чтобы в нашем народе были музыканты, профессоры, я знаю, там, врачи, там, солдаты, мудрецы Торы и так далее. Мы заинтересованы, ведь мы не сами по себе живем, я не буду мудрецом Торы, но я хочу, чтобы я был в народе, в котором есть эти идеи, я хочу, чтобы у меня эти идеи проникали. У меня другая идея, значит, я должен быть агрономом, нужно, чтобы кто-то картошку выращивал. Я агроном по-ехески, да, который реализует пророчество, что вы, горы Израиля, плоды свои дадите, ветви понесете народу Израилю, который возвращается, да, я агроном, который реализует пророчество через камы земли, да, через эти тыквы там и так далее. Я пророчество реализую, но я агроном, да, но я очень интересен, чтобы были пророки, мудрецы, коины, солдаты, врачи, там, цари, санедрены и так далее. Я хочу жить в этой атмосфере. В этой атмосфере я буду не просто агрономом, а агроном, который реализует пророчество Хискеля, что земля израиля дает плоды в своем изобилии. И тогда, действительно, нам нужны богатые и успешные люди, которые могли построить бизнес, экономику, дать рабочие места, чтобы у тебя был достаток, льготы, там, не знаю, страховки, не знаю, что там нужно и так далее, да, чтобы все законы Торы развивались и так далее. Действительно, нам нужны и такие люди. Если есть такой человек, который различным причинам, там, его бизнес потерял какой-то крах, крушение и так далее, то мы, простые люди, бедняки, не знаю, там, простолюдины, заинтересованы, чтобы он вернулся к своему статусу, ведь он всю страну поднимает. А в неисправленном состоянии, говорим, баруха, что он лопнул, я должен был быть на его месте, да, это мои деньги, на самом деле, а он, я хотел у всех все украсть, а он был талантлив у меня, он у всех все украл, да, это, когда же он снова упадет там и так далее. Понятно, что в нашем обществе непонятна эта идея, зачем нужно миллионера возвращать снова сделать миллиардеров, да, но в обществе исправленном, в идеальном состоянии, когда народ живет по идее Всевышнего, ноги хотят, чтобы голова была здоровой. Ой, баруха, какие головные боли есть у головы, а, говорят ноги, баруха, что эта голова больная, что она все время выше всех, да, и так далее, возвышается. Это больной человек, да, в нормальном теле ноги говорят, ой, мы так рады, что у нас здоровая голова, если голова болит, ой, как нам грустно, что голова болит, мы единое тело, да, и то, куда ноги идут, зависит от головы, да, нет такой конкуренции, да, поэтому здесь, да, сдака, она в этом аспекте проявляется. То, из-за того, чем, у нас еще есть многое здесь, что изучать, шалом. Субтитры создавал DimaTorzok